Девушки отдыхают 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 Вот проткнуть бы этот самый мячик ворота и уже снять все вопросы Гурлакову о победителе в этом матче. Ну, прочли все. Но нет, успевает там практически на линии ворота с мяч убрать куда подальше футболисты Сокола. А у футбольного клуба Родина готовится замена. Камбэк не камбэк, но перевернуть эту игру. Вот можно сейчас пошла подача в штрафную площадь и прямиком в руки Дэвиду Санга. А могло быть опасно. Хорошо, что так. Если я не ошибаюсь, первым... Ну, сейчас давайте досмотрим штрафной. Удар поворотом, в стенку попал игроков. Ой, ничего себе! Это кого же так забыли на дальней штанге? Там правда офсайд. Хочется спросить, куда все ушли, но все ушли, чтобы оставить игроков Сокола в офсайд. Кто же из итальянцев? То ли Баджи, то ли Пирла. Дальше уже делай что хочешь, но ресурсы сегодня у Сокола маловато. Почему? Ну, мы уже неоднократно об этом говорили. Подача в штрафную удар из-под перекладины вытаскивает мяч Петр Ильич. Ну, не добежал кто-то из футболистов Родина. И все, и Крижин с мячом, и он последний, кто этот мяч в основное время контролирует этого матча. 2-0. Абсолютно заслуженная четкая победа Родины. Мы поздравим Филиппу Соколинского с этой победой. Это его первая победа на посту. По сути, главного тренера. Де-факто главного тренера Родины. Де-юре посмотрим. Это решает руководство клуба. Ну, а болельщиков Родины поздравить. Болельщикам Соколу не унывать. Чемпионат длинный. Будут и поражения. Они, очевидно, в таких матчах иногда случаются. Продолжение следует.